Меня зовут Никита Ваврецкий, я кинорежиссер и профессиональный киноэксперт. Добро пожаловать в мой видеоблог, в котором я попытаюсь рассказать о своих прогнозах итогов самой напряженной и долгожданной гонки этого киноманского сезона под названием «Оскар. Премия киноакадемии США Академии Оскар», который ждет весь мир, и «Февраль» — это традиционный сезон кино для всех киноманов. Что ж, я расскажу, кто получит заветного золотого человечка во всех номинациях. Пожалуй, стоит начать с не самых важных номинаций, не сказать, что второй сорт, но не самые важные. Я думаю, что в этом году лучшей актрисой больше всех достойна стать Скарлетт Йоханссон за роль Черной Вдовы в фильме «Мстители. Эра Альтрона». Я думаю, что она заслуживает «Оскар» хотя бы за то, что не блекнет как супергероиня на фоне остальных знаменитых героев, таких как Халк, Тор, Капитан Америка, Железный Человек и другие. Думаю, что Скарлетт Йоханссон — настоящая супергероиня, которая заслуживает «Оскара». Лучший актер. В этом году лучшим актером станет Джонни Депп за роль Мордекай. Конечно, эта роль понравилась не всем критикам и зрителям, но в этом фильме он сыграл настоящего джентльмена. И заслуживает «Оскара» хотя бы за заслуги, которые он заслужил перед зрителем за столько любимых ролей. Джонни Депп получил предыдущую свою номинацию на «Оскар» за фильм «Пираты Карибских морей», где он сыграл знаменитого пирата, капитана Джека. И вот теперь, наконец-то, пришел его час в 2016 году получить второй «Оскар» за роль Мордекай в фильме «Мордекай». Лучшей актрисой второго плана в этом году стала Кристен Стюарт в фильме «Зиль с Мария». Кристен прославилась за счет ролей в приключенческих, романтических фильмах. А на этот раз она сыграла таинственную героиню в фильме в стиле «Артхаус». Думаю, что это заслуживает уважения и статуэтки. Лучший актер второго плана. Конечно же, Пол Уокер. Знаменитый автогонщик из серии фильмов «Форсаж», погибший на съемках новой части. Он заставил сердце сжаться всех поклонников серии. Покойся с миром, Пол. И ты получишь финальный «Оскар». Статуэтку за лучший оригинальный сценарий заслужил Джосс по прозвищу «Босс Уидон» за сценарий к фильму «Мстители. Эра Альтрона». Джосс по прозвищу «Босс Уидон» пришел в кино и во вселенную Марвел с телевидения. Поэтому в его сценариях всегда есть тонкая словесность, которая присуща пьесам. А в сценарии фильма «Мстители. Эра Альтрона» заключена та самая человечность и пафос, которые присущи были самому Шекспиру. Лучший адаптированный сценарий — это сценарий фильма «Капитан Америка. Противостояние», рассказывающий о том, как в команде «Мстителей» произошел раскол, и они стали бороться друг против друга. Это история, которая по-настоящему держит в напряжении. Она была адаптирована из знаменитого комикса «Марвел». На втором месте среди адаптированных сценариев я хочу упомянуть фильм «Хитман. Агент 47». Думаю, что это совсем непросто — сделать такой захватывающий сценарий на основании компьютерной игрушки. И сценаристы воистину заслуживают уважения и двух заветных золотых человечков. Каждому сценаристу по человечку. По Оскару. Лучшая песня Пожалуй, одна из самых предсказуемых номинаций в этом списке, потому что свою первую номинацию получил рэпер Виз Калифа, который написал грустную балладу под названием «See You Again» для фильма «Форсаж 7». Эта баллада посвящена гибели знаменитого гонщика Пола Уотера «Покойся с миром, Пол». Лучший иностранный фильм. К сожалению, я не люблю иностранные фильмы, и я не смотрел никакие фильмы из этого списка на иностранном языке, но я думаю, что фильм под названием «Сын Саула», который рассказывает о трагедии Холокоста, заслуживает оскаровскую статуэтку больше других, потому что хотя бы он рассказывает очень важную историю. Это история трагедии Холокоста, и эта история очень важна, и она заслуживает статуэтки. Лучший анимационный фильм. Лучшим анимационным фильмом в этом году стал фильм «Монстры на каникулах 2», объединивший в красочной и веселой истории самых знаменитых монстров из литературы, таких как «Франкенштейн», «Граф Дракула», «Призрак оперы». Эта добрая история не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей. Ну вот, и... Наконец-то, самая главная номинация — лучший фильм. В этой номинации уверенно лидирует фильм «Мстители» Эра Альтрона. Это самый крупный супергеройский фильм, из вышедшей на данный момент. В нем объединены крупные глобальные сражения, а также трогательные моменты среди супергероев. Этот фильм, который в себе объединил и юмор, и пафос. А во главе этого шедевра стоит режиссер Джосс по прозвищу «Босс Уидон». Думаю, что в номинации «Лучший режиссер» получит статуэтку как раз именно он, потому что он снял лучший фильм этого года. «Мстители» Эра Альтрона. А еще есть номинация «Лучшие спецэффекты». Ну, я думаю, здесь победит однозначно «Мститель» Эра Альтрона. «Летающий город» — этим все сказано. Босс Уидон». Босс Уидон. Босс Уидон. Продолжение следует...